Андрей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте, Юля! Мы очень рады, что вы приехали к нам на нашу конференцию. И вот когда я ехала, я думала, о чем бы мне поговорить с вами и какие вопросы можно задать. Сначала я думала, что мы будем разговаривать о работе, но сегодня воскресенье, и мне очень хочется немножечко, чтобы вы рассказали о себе. Сергей, скажите, пожалуйста, а какие у вас, у архитектора мирового уровня, хобби? Очень простой вопрос, спасибо. Хобби у меня одно – это архитектура. То, чем я занимаюсь, это мое хобби одновременно. И это счастье. Знаете, один талантливый человек сказал, что эти мерзавцы, они еще за свое хобби умудряются получать деньги. Вот я к этим мерзавцам отношусь, по всей видимости. Слушайте, ну это вообще потрясающе! Тогда ладно, тогда те вопросы, которые я подготовила, я практически попала в яблочко. Ну, это больше не научного характера вопросы, а вот чисто как человек. Вы живете в городе, вы коренной маяскович, насколько я знаю. Как вы относитесь к городской среде, как вам Москва за последние 20-30 лет лучше она стала, удобнее, комфортнее? Устраивает вас, как городского жителя и архитектора городская среда в Москве? Ну, во-первых, я люблю этот город, без всякого сомнения. И это мой город, вот есть такое ощущение своего города. Я знаю, что есть масса людей, в которых нет своего города. Своего города не в смысле места рождения, не в смысле паспортной прописки или какого-то присутствия. А города, который его воспитал. Вот Москва меня воспитала. Я ей обязан очень много. И я этот город видел в разных состояниях. И, конечно, этот город менялся. И менялся он на моих глазах. И менялся он не больше, не меньше, как в 75 лет. И я очень хорошо все это помню. Ну, по крайней мере, с 47-го года, представьте себе, да, мне было 4 года. Я помню, когда праздновалось 800-летие Москвы. Я с дедушкой шел. Вот памятник тогда Юрию Долгоруку мы открывали. Портрет Сталина висел на Большом Дирижабле над Моссоветом. Вот я все это помню. Вот с этого момента у меня начался такой отчет моих взаимоотношений с городом. Здорово. Да. Слушайте... Страшно даже сказать. Слушайте, вы в такой хорошей физической форме. Я знаю, что вы спортом занимались. Серьезно. Каким? Юля, вы знаете, я думаю, что мы в основном обязаны в форме нашей, в общем, нашим родителям, конечно. Нашим родителям во многом, так сказать, и генетике, и тем, что, ну... Да, да, они нас, в общем, как-то заражали жаждой жизни. Вот это очень важно. Надо любить. У меня отец, в общем, очень любил жизни, мама тоже. Они были великими такими жизнелюбыми. Вот. Очень, очень двигающими людьми. И очень позитивными людьми. Не хорошее слово «позитивно». Не люблю это. Жизнерадостные тоже, оптимистичные тоже. Это не то, в общем, это... Это люди были... Настоящими людьми были. Да, да. Да, это люди были очень добрые, доброжелательные, деятельные. И, да, и чем дальше, тем я больше как-то о своих родителях думаю, и думаю, что я им должен быть благодарен. А спорт, конечно, в общем. Ну, спорт, вот, вот, только что с вами говорили, что, в общем, спорт – это, конечно, воспитание характера. Особенно, если ты в какой-то момент начинаешь этим заниматься. Потому что, вообще, детство – это очень тяжелое время. Особенно в то, вот, мое детство было сложно времени. Потому что совсем сталкиваешься первый раз. Первый раз – все. Первый раз ты решаешь, там, подраться, не подраться. Первый раз решаешь, там, соврать, не соврать. Что такое хорошо и что такое плохо. Все это непонятно. Ты принимаешь первый раз эти решения, у тебя нет опыта. У тебя нету, нету ощущений последствий. Ты очень подвижен, да, ты это зависит. И это очень тяжелое время в этом отношении. Это ответственное время. И мы проживаем его во многом благодаря, конечно, родителям. И второй – воспитатель. Третий, двадцать пятый, конечно, это спорт. Потому что в спорте все очень честно. В спорте очень честно все. Прошел чемпионат мира по боксу. Для вас это слово, слово «бокс» – это не простое слово? Знаете, я немножко занимался легкой атлетикой, занимался боксом, играл в теннис. Но боксом я занимался у великих спортсменов. У великих просто. У Виктора Павловича Михайлова, Евгения Ивановича Гуренко. Может, сейчас их не помнят. Виктор Павлович Михайлов был абсолютным чемпионом СССР. Это был человек, великий педагог вообще, великий человек, который воспитал, спас от, я не знаю, от чего угодно. От каких-то глупостей, от неправильных поступков, от краха и так далее. Очень многих ребят. Человек был, в общем, совершенно удивительный, от которого я вспоминаю с восторгом и которому я просто многим очень обязан, вот как личность человеческая. Он побил Королева, который был килограмм на семь, на десять его потяжелее. Ничего себе. Три раза не встречались с ним. Да, он был, Королев был тогда, значит, в тяже, абсолютным чемпионом он был СССР. Он три раза его вызывал, по-моему, значит, это было. Кстати, Виктор Павлович, значит, он войну прошел, он войну пробоевал, добавок ко всему. Вот. Евгений Иванович Гуренко был, значит, да, был директором этой самой ШВСМ, школы, высшего спортивного мастерства в Лужниках. Вот. Владимир Фролыч Коньков был такой, чемпион Москвы, по-моему. Это все очень, очень такие достойные люди. Достойные люди, достойные в том числе, в общем, наверное, благодаря тому, что они были в спорте. Вообще, чемпион плохим быть не может, понимаете. Все-таки тогда, тогда выходили на эти уровни, я не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, тоже. Но быть плохим человеком и быть чемпионом было невозможно просто. Может быть, обязывало это, обязывало это звание, но вот это было очень много. Архитектору надо уметь держать удар? Конечно, по-любому, по-любому, да, конечно, конечно. Но архитектор всегда под ударом находится, знаете. В общем, любой профессионал пребывает под ударом, архитектор, тем более, по одной простой причине. Просто мы имеем дело, конечно, с большими деньгами в конечном счете. Угу, я понимаю. А вот смотрите, теперь к Екатеринбургу. Все-таки мы сейчас здесь находимся, у нас прошел чемпионат мира, и это здорово. И, на мой взгляд, круто, если можно так сказать. Но все-таки это соцсети, наверное, можно употребить это слово. Что мы можем, как город, позволить себе принимать чемпионат мира по боксу. Как вы расцениваете вот Екатеринбург? Я могу вам сказать, что вообще это был, в общем, чемпионат как бы любительского бокса, да? Угу. Да, это были, ну, так условно, в кавычках, были любители, конечно. Это не были высокие профессионалы, здесь не те гонорары, но это люди, которые, в общем, дальше себя видят. Наверняка, ну, многие из них, по крайней мере, в профессиональном боксе. Это то, что дает, ну, как бы сказать, основу, базу для высокого бокса, для профессионального бокса. И то, что это сегодня вот так популярно, это замечательно. Потому что бокс, конечно, это очень отточенный вид. Это вид, принадлежащий вот такой высокой спортивной культуре. Со своей этикой, со своим, со своими ритуалами, которых нет в новых видах. Я никого не хочу как-то, как-то там расстраивать или настраивать, но спорт, это, конечно, это огромный воспитатель. Понимаете, когда, когда нам говорят, бои без правил, ну, наверное, захватывающе. Наверное, это, в общем, это не может не волновать, это серьезное переживание. Но правила были, вот я вам рассказывал, даже в дворовых драках. И без правил, в общем, без правил жизнь, жизнь строиться не может. Потому что без правил наступает состояние разрушения. В том числе разрушение спорта, разрушение личности человеческой, многого другого. Я думаю, что это рисовка. И пространство. И пространство. Что для архитектора очень важно. Спасибо вам большое. С вами очень интересно всегда разговаривать. Я надеюсь, что мы продолжим традицию брать у вас интервью. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.